Пусть ваша жизнь свидетельствует о нем. Евангелие от Марка, глава 7, с 24 по 37 стих. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была, язычница, родом Серафиникиенко, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас, отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Насколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились, и говорили, «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». РАЗМЫШЛЕНИЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЕРЕСТУПАЯ ЧЕРЕЗ ПРЕГРАДЫ Евангелие от Марка, глава 7, с 24 по 30 стих «Насколько сильно я тебе нужен» – это вопрос, который Иисус задает каждому из нас. Многие из тех, кто мог бы стать Его последователем, зачастую не могут переступить через сложные проблемы и испытания, которые Бог допускает на их пути. И причиной этому чаще всего является гордость. Вот почему Господь по милости Своей приходит к нам в самые сложные времена, когда отчаяние превозмогает гордость. Именно так и произошло в жизни язычности и ее дочери, столь сильно нуждающейся в освобождении от сил дьявола. Смиряя себя перед великим Богом, мы позволяем Ему поднимать нас. ПРИМЕНЕНИЕ Что конкретно не дает вам сегодня приблизиться к Богу? Какое обетование вам нужно вспомнить, чтобы преодолеть данное препятствие? Размышления, часть 2. Невозможно молчать. Евангелие от Марка, глава 7, с 31 по 37 стих Проведя месяцев 8 за пределами Израиля, Иисус возвращается для завершения Своего земного служения. Времени у Него все меньше, а тень креста все явственнее. Тем временем народ, несмотря на Его просьбы, продолжает разносить молву о Его чудесах. Да и как люди могут сдержаться? Ведь Иисус – это лучшее, что когда-либо происходило с ними. Сегодня Иисус уже не просит нас молчать. Мы призваны открыто делиться тем, что Он совершил в наших жизнях и как Он нас изменил. Да мы и сами понимаем, что не можем не говорить. Когда души наши наполняются Его Словом, наши уста провозглашают Его славу. Применение. Насколько вы готовы делиться Иисусом с окружающими? Что Иисус сделал для вас в последнее время? О чем вы хотели бы рассказать людям? Молитва дня. Я не хочу, чтобы моя гордость стояла между мной и Тобой, между моей жизнью, моими целями и намерениями, и благословениями, которые Ты готовал мне. Помоги мне смириться и переступать через все то, что мешает мне приближаться к Тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья! У нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok